Сегодня у нас праздник. Мы отмечаем день рождения нашей Пикси и приготовили для нее сразу несколько сюрпризов. Это вкусный праздничный торт, переезд в новый большой очень крутой дом и еще один самый главный сюрприз, который мы пока оставим в секрете. Не забудьте поставить праздничный лайк и давайте скорее смотреть. Год назад в нашем доме появился новый питомец. Замечательная крыска Пикси. Это самая ласковая крыса на свете. Мы и подумать не могли, что сможем так сильно полюбить крысу. Но в эту милую мордашку просто невозможно не влюбиться. Первое время Пикси жила у нас в небольшой клетке. Потом мы купили клетку побольше. А сейчас решили построить для нее своими руками большой классный дом со всякими приколюхами. Давайте перенесемся в нашу мастерскую и посмотрим на этот интересный процесс. Мы нарисовали чертеж и заказали необходимые детали в мебельной мастерской. Нам доставили заготовки, из которых теперь нужно собрать корпус будущего крысиного дворца. Все отверстия уже просверлены. И теперь необходимо правильно все совместить и закрутить. Такое ощущение, будто собираем гигантский конструктор. Кстати, Пикси тоже любит конструкторы. Только не собирать, а прятать. Она тырит у нас детальки и прячет в разных укромных уголках. Вот такая она у нас проказница. Пикси, зачем тебе это? Зачем? Зачем тебе эта игрушка? Ты будешь конструктор собирать. Зачем тебе это? На дно домика укладываем решетку и закрепляем ее при помощи металлического уголка. Весь мусор будет просыпаться через решетку и падать в выдвижной ящик с наполнителем. Так будет легче делать уборку. Кстати, об уборке. Вы часто спрашиваете нас в комментариях, как мы справляемся с таким количеством животных. Ведь за всеми нужно убирать. Скажу честно, это непросто. И чтобы немного облегчить нашу жизнь, у нас появился помощник. Это супер пылесос RedKey W12 Pro, который умеет не только собирать пыль, но и мыть все, что угодно. Вы же знаете, что блинчик обожает всякую технику, а особенно пылесосы. Он уже не может дождаться, чтобы распаковать коробку и показать нам, что там внутри. А внутри целый арсенал для уборки. Этот пылесос обещает нам чистить полы, окна, мебель и даже домики наших питомцев. Звучит как мечта, правда? Но не будем верить на слово. А лучше проверим его в деле. Для начала нальем воду в специальный бак. Теперь представим себе ежедневное кормление наших питомцев. Порежем фрукты для Ракеты, Блинчика и Пикси. А для Ракеты еще и накладываем фруктовое пюре. Он его просто обожает. Но вот незадача. Миска с пюре случайно оказалась на полу. Как же так случилось? Ты ведь у нас мастер на все руки, а не рукожоп какой-нибудь. Ладно, не расстраивайся. Включай новый пылесос. Вау, вы только посмотрите. Честно говоря, я думала, что он просто размажет пюре по полу. А он его съел как конфетку. И ни единого пятнышка не осталось. Классно. Ну а сейчас дадим ему задачку посложнее. Мы давно не прибирались в домики у Ракеты. Заберем его отсюда на время уборки, чтобы не напугать. Ну что ты докопалась со своими съемками? Звезда устала. Спать хочет. Подключаем шланг и насадку для мытья окон. Стекло, конечно, очень грязное. Все заляпано липкими пальчиками Ракеты и засохшими брызгами фруктового пюре. Тут пришлось повозиться подольше. Кокосовый коврик мы почистим специальной насадкой для мебели. Она тоже подает воду и сразу всасывает грязь. Помните, когда мы делали террариум для Ракеты, вы спрашивали нас в комментариях, как мы будем чистить этот коврик? Ну вот, теперь видите как. Осталось собрать мусор вокруг террариума и уборка закончена. Все блестит и пахнет свежестью. Вручную на это ушло бы гораздо больше времени и сил. Мне нравится. Кажется, хозяин дома тоже доволен. Смотрите, какой грязной стала вода после уборки. А еще этот пылесос умеет самоочищаться. Достаточно поставить его на базу, нажать кнопку и немного подождать. С таким помощником любая уборка будет проходить быстрее и легче. А приобрести этот чудо-пылесос можно по ссылке в описании. Тем временем работа в мастерской продолжается. На полочке, которые будут этажами в крысином доме, мы придумали приделать бортики из металлического уголка. Чтобы на сами полочки тоже можно было насыпать впитывающий наполнитель. А когда наполнитель загрязнится, его за пару минут можно будет собрать пылесосом и насыпать новый. Ничего подобного мы раньше ни в одной клетке для животных не видели. Так что это наша уникальная разработка. Мне за эту разработку такую премию дадут. Я уверена, мы с тобой поедем в отпуск куда-нибудь далеко. Прикрутим этажи на свои места и проделаем в некоторых из них отверстия. Потом вы узнаете для чего они. Вокруг отверстий тоже прикручиваем уголок. Соберем лишний мусор нашим новеньким пылесосом и можно приступать к изготовлению всевозможных игрушек и спортивных сооружений для развлечения нашей любимой крысы. Пикси, конечно, уже не молодая. Один год это солидный возраст для крысы. Тем не менее, она очень любит лазить. Причем по самым разным поверхностям. Порой удивляешься, как ловко и быстро у нее это получается. Все эти сооружения мы делаем из подручных и натуральных материалов. Никакого пластика. Только дерево, картон и лен. Наверняка, Пикси попробует это все на зуб. И со временем игрушки будут погрызены. Но в этом нет ничего страшного. Их легко и недорого можно будет обновить. Согласитесь, это очень удобно. Сделать такие игрушки сможет каждый. Это не сложно. Нужно только иметь желание, немного фантазии и свободного времени. В итоге у нас получается не просто дом для крысы, а настоящий игровой комплекс с разными лесенками, горками и тоннелями. Для крысы мы используем кукурузный наполнитель. От него нет пыли и он хорошо впитывает влагу и запахи. Добавим немного уюта в виде мягких гамаков и красивого домика. По высоте всего дома мы натянули канат. Прямо через отверстие в этажах. Это будет наиболее быстрый способ попасть на самый верхний этаж, на который мы положим вкусняшки. Теперь пора вручать имениннице подарки. Конечно, сладкий торт мы съедим сами. А для Пикси мы приготовили полезный и красивый тортик из овощей. А теперь внимание! Сейчас будет самый главный сюрприз, про который мы говорили в начале. Да, у Пикси появилась подружка. Просим любить и жаловать. Наш новый питомец. Добрая и скромная крыска, у которой пока нет имени. Но мы уже сделали опрос, чтобы вместе с вами выбрать имя для этой милашки. Поучаствовать в опросе можно, перейдя на вкладку «Сообщество», а также в нашем телеграм-канале. Мы переживали, что Пикси долго жила одна и может не принять другую крысу. Но, к счастью, наши опасения не оправдались. И уже через пару минут девчонки радостно бегали друг за другом. Теперь, когда мы убедились, что крыски ладят между собой, можно смело заселять их в новый большой дом. Пикси оказалась намного смелее и первой полезла изучать верхние этажи. Новая крыска долго сидела в самом низу и все внимательно обнюхивала. Но потом тоже вслед за Пикси полезла вверх. Только посмотрите, каким огромным получился крысиный дворец и сколько там всего интересного для них. Крыски с большим любопытством изучают свое новое жилище и проверяют разные способы перемещения между этажами. Конечно, пока они не привыкли к новой обстановке и ведут себя довольно осторожно. В нашем телеграм-канале мы будем показывать, как крысы освоятся в новом доме и как у них будут складываться отношения между собой. Также в телеграме почти каждый день мы рассказываем и о других наших питомцах. И о нашей жизни тоже. Ссылка на телеграм есть под каждым нашим видео. Вы только посмотрите на это. Наша именинница набегалась и так сладко уснула. А новая крыска еще не устала. Продолжает изучать свой дом и, наверное, радуется, что к нам попала. Ну что ж, пусть привыкает. А мы прощаемся с вами и идем убирать мусор, который остался после праздника. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok